Добрый день, дорогие друзья! С вами Анна Сми. Я нахожусь сейчас в Павловске, в этом замечательном парке. Иду по дорожке, и я решила опробовать фронтальную камеру и поговорить вместе с вами. Сегодня у нас 1 августа 2017 года. Как быстро летит время. Лето так скоротечно, так быстро промелькает у нас, по крайней мере, на северо-западе, что уже 1 августа. Это некий Рубикон, уже маленький, тихий, но близкий приход к осени. И сегодня давайте мы с вами немножечко прогуляемся, полюбуемся Павловским парком. Я сейчас иду по аллее, по дорожке, по направлению к центру парка. Там я собираюсь сделать для вас несколько зарисовочек. А сегодня я хотела бы с вами побеседовать о чтении, о кользе чтения. Сейчас много говорят о том, что надо расслаблять книги, надо их убирать, что они не всегда нужны и не нужны в большом количестве. И вот я хотела бы немножко поговорить на эту тему. Я считаю, что книги нужны и читать книги нужно. Но в каком виде? Я считаю, что нет предела совершенства. Если наша техника позволяет и возможно читать электронные книги, слушать аудиокниги, конечно, надо пользоваться этими возможностями. Потому что действительно это сокращает количество времени, облегчает нашу жизнь. То есть мы можем спокойно записать то, что нам нравится, то, что нас интересует информацию, и послушать ее где-то в пути, где-то в дороге. Конечно, это заслуга нашего времени. Ну, кто-то любит книги. Допустим, есть книги очень красиво иллюстрированные, да, с прекрасными иллюстрациями. В частности, раньше я своим детям покупала книги с иллюстрациями известных художников Виктора Комашевича. Действительно, детям легче воспринимать информацию, соотнеся текст с картинками. Это понятный факт. Но есть книги, допустим, искусствоведческого содержания, или просто книги из красиво иллюстрированной. Например, у меня сохранилось издание книги «Герои нашего времени», где есть очень красивые иллюстрации. И как-то мне, честно, с этой книгой очень не хочется вставаться. Есть, конечно, литература справочная. В частности, у меня большое количество справочников, словарей. И я тоже ими охотно пользуюсь. Конечно, не каждый день, но иногда просто, когда требуется какая-то информация, или просто даже, знаете, иногда для удовольствия хочется узнать, например, в этимологическом словаре, какой, откуда произошло то или иное слово. И я этим активно пользуюсь. Потому что язык очень у нас обогащается, развивается. Язык – это живой организм. И, конечно, интересно, много слов заимствованных, иностранных слов приходит в наш обиход. Ну, а в некоторых случаях даже язык, к сожалению, иногда и упрощается. Какие-то иногда непонятные аббревиатуры появляются, слова. Но это нормальное состояние языка. Поэтому я иду. Смотрите, какая красота, какие березы. Вот, смотрите, какая красота. Сейчас выхожу на берег реки Славянки иду окольными путями по травке, по дорожке. Здесь выкошено сено. Оно так пахнет вкусно. Поэтому, конечно, книги, чтения приносят в нашу жизнь много нового и интересного. И книги, конечно, это источник знаний. А в каком виде они будут, ими будут пользоваться, это не важно. Я, например, очень люблю ходить в Большой зал филармонии и капеллы. Там проводятся литературовические вечера. Туда приезжают известные артисты, которые прекрасно владеют словом. И прекрасно читать стихи. Мне, например, очень понравился вечер поэзии, где эти стихи читала Алла Демидова. Настолько она интересно и проникновенно читает эти стихи. Так необычно, в необычной такой форме, свойственной только ей. И очень интересно рассказывает о многих фактах из жизни писателей, о том, как были написаны эти стихи, в какое время. То есть я считаю, что это отличный способ для того, чтобы пополнить свой багаж знаний. Это просто интересно. Даже не специалистам, а обычным людям. То есть это, конечно, развивает. Затем большое впечатление на меня произвел Василий Лановой. Мы все знаем это знаменитое имя Василия Лановой. Никому не надо, я думаю, рассказывать. Он является профессором сценической речи Гика. И, конечно, он настолько обаятельный артист, обаятельный мужчина, который прекрасно артистично читает стихи Александра Сергеевича Пушкина, Владимира Маяковского и многих других авторов. Я просто была в восторге. Это уже, ну, он уже был в возрасте. И есть уже он уже, ну, не будем говорить, сколько ему лет. Но, вы знаете, такая энергетика, настолько такой он активный, положительный, позитивный человек. Я просто вот сидишь в каком-то ряду зала и с восхищением смотришь. Потому что немногие, даже молодые люди обладают вот такой удивительной энергетикой. Мне очень произвело на меня просто очень яркое впечатление. А затем Светлана Крючкова, известная артистка БДТ Большого драматического театра на Фонтанке. Тоже очень интересно читает. Марину Цветаеву, Анну Ахматову, ее репертуаре. Затем Мария Петровых. Мне это все очень нравится. А сзади нас, сейчас я попробую показать, или башня. Не знаю, насколько она видно. Сейчас нет, может быть видно уже. Проблюже перейдем по дорожке. Добренькие славянки. Тепло, бабочки летают. Травка, зерок обдувает, красота. Я считаю, что такие концерты сходить, может быть не часто, но хотя бы раз в год, раз в два года можно себе позволить. Очень интересно. Конечно, хотелось бы, чтобы и вам это нравилось, чтобы вы туда шли не по принуждению, а по собственному желанию. По воле души, так скажем. Я, например, хожу только так. По воле души и, конечно же, профессиональным интересам. Затем я хотела бы сказать о том, что в силу того, что я, допустим, училась в университете, на филологическом факультете, нам было предложено во времена нашего студенчества прочитать некоторых современных авторов. Такие как Сорокин, Пелевин, Татьяна Толстая и многие другие. Мы читали эти книги. Это книги так называемого постмодернизма. Ну, какое мое впечатление от них. Я считаю, что, знаете, есть книги по программе. Вот это книги были по программе. Мы их приобрели, купили. Сейчас попробуем показать поближе к башне. Приобрели, купили и прочитали, сдали экзамены и забыли о них. Может, это, конечно, некрасиво так говорить, потому что люди старались, люди хотели, вкладывали свой труд. Наверное, это так. Но вот на данный момент у меня нет желания перечитывать эти книги. И я думаю, что я эти книги благополучно сдам по кладиотеку, по близлежащую. Пускай другие люди, кому интересно, кому эти книги нравятся, их читают, читают, знакомятся. Вы знаете, на мой взгляд, я, может быть, ошибаюсь, но вот если мы вспомним 18-й век, 19-й век, 20-й век, ну, такой, близлежащие три столетия. Там были настолько яркие, интересные личности, писатели, поэтов, драматургов. Знаете, что просто, вот знаете, глаза разбегались. Настолько это было такое яркое поколение этих людей. И всё было хорошо до середины 20-го века. Но затем, как-то, вот знаете, вот сейчас, честно говоря, где герои нашего времени? Где герои нашей поэзии, прозы? Честно, как-то нету Валентина Пикуля, который писал прекрасные исторические романы. Нету Даниила Гранина, к сожалению, недавно умер, буквально месяц тому назад. Ушёл из жизни Дмитрий Сергеевич Лихачёв давно, известный представитель древнерусской литературы. И вообще знаковая личность России. И уходят люди, которые действительно много сделали для литературы, для искусства. Для гражданского общества России. А кто вот приходит на смену им? Наверное, такие люди есть. Но как-то где-то они в тени. А те, кто на поверхности, мне кажется, недостаточно яркие. Вот Валентин Пикуль, о котором я уже упоминала, ведь это же была культовая личность периода. Периода, вот советского периода, его книгами просто зачитывались. Его книги выходили отдельными изданиями. Они выходили... Публиковались в журналах. Люди просто на расхват брали его книги. Обменивались этими книгами, чтобы прочитать. И действительно, сейчас уже нет такого, конечно, ажиотажа. Потому что прошло достаточно времени, и имя Валентины Пикули, оно немножко так стёрлось из жизни. Ну, как сказать, оно недостаточно его рекламируют, пиарят, выражаясь современным языком. Но люди, знающие, они всегда, как бы, теперь порекомендуют. И вот в своё время я тоже начала читать книги Валентина Пикуля. И, знаете, я просто не могу оторваться от них. Конечно, у меня не всегда есть такое количество времени. И, вы знаете, я всегда с удовольствием и с предвкушением чего-то интересного, нового читаю эти книги. И, вы знаете, это не просто исторические факты. Это, вы знаете, настолько эмоционально наполненные книги, что, вы знаете, по прочтению некоторых просто вот настолько ты растрогаешься, проникнешься, что иногда даже, вы знаете, прослезишься. Вот Валентин Пикуль – это патриот своей Родины. Он настолько интересно вот это рассказывает, преподносит. Причём он рассказывает не только о значительных фигурах того или иного периода времени. Он рассказывает о простых людях, как эти люди вписывались в те или иные исторические события, как складывалась их жизнь в той конве событий, о которых рассказывает автор. Потому что все мы живём, так сказать, есть люди элита, а есть люди простые. И как жизнь вот этих людей, простых, обычных и привилегированных людей, сочетается в жизни, в том контексте истории, о котором рассказывает писатель. Мне очень нравятся эти книги. Я хочу обратить ваше внимание на эти книги. Эти книги продаются. Я не рекламирую просто. Я настолько улична творчеством этого писателя, что я просто вам хочу порекомендовать. Те, у всех, кого интересует история, вообще хорошая книга, может быть, вы не интересуетесь историей, но прочитав эту книгу, вам станет интересно узнавать историю. Нашей страны. Да и не только нашей страны. Там всё настолько переплетено. Но все государства, которые окружают нас, и Пруссия, и Великобритания, и Россия, и Франция, и Польша, знаете, всё настолько вот этот клубок так завязан, он настолько переплетён, что вы у нас... Это уникальные такие, знаете, вы получите просто, можно сказать, энциклопедические знания. И пускай вам вначале будет немножко сложно разобраться, но если у вас есть терпение и желание, вы в этом разберётесь. И не пожалеете, вы знаете. Мне очень нравятся книги. Их можно приобрести в книгах, извините, можно приобрести в книжных магазинах. В частности, я покупала эти книги в магазине буквоед. Они недорого стоят. Буквально даже удивительно, что они недорого стоят. Около 300 рублей, может, немножечко больше. Приходите. Или если вы не хотите тратить деньги, или у вас нет такого... Ну, вы не можете выделить нужную сумму. Вы можете взять, я думаю, эти книги в ближайшие библиотеки. В каждом районе города, я думаю, в районе Санкт-Петербурга, в других городах есть библиотеки. Вы можете записаться и взять эту книгу, почитать. Хотя бы попробовать, начать читать. На самом деле, это очень увлекает. И чтение, я могу сказать, оно полезно тем, что оно упорядочивает мысли. Оно заставляет человека... Не заставляет, а оно приучает человека сконцентрироваться, сосредоточиться, вот войти вот в этот мир книжный. И, конечно, оно развивает мышление, память. А то я очень важна, потому что у нас проблемы у многих людей с памятью. Если вы хотите обогатить свой и словарный запас, и быть грамотными, и получить знания, книга, конечно, это надёжный помощник во всём этом. Я ещё могу долго распространяться о пользе книг. Но, конечно, я хочу сказать, что при чтении книг надо соблюдать правильный режим чтения, чтобы не испортить глазки, читать в освещенных помещениях, чтобы было достаточное количество света, не читать лёжа и делать, конечно, перерывы в чтении. Как бы вас не увлекало это чтение, делайте перерывы. Вот такие небольшие рекомендации мои. И я надеюсь, что я полным объёмера вскрыла тему чтения, пользы чтения. Читайте. Читайте на любых носителях. Просто узнавайте мир, который нас угрышает. Он очень многообразен и прекрасен во всех... Прекрасен во всех его планах. А с вами была Анна Смит из Павловского парка. Я думаю, что мы с вами ещё встретимся сегодня, и я вам расскажу много нового и интересного. Всего доброго. До свидания. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось видео. До новых встреч. Всего хорошего.